Да уж, вот такая ситуация, пацаны. Посмотрите, как плитка отходит. Это просто вообще речь-то. Во-первых, такое вижу. Вот офигеть, просто офигеть. Офигеть у нас когда-нибудь такое, чтобы так уложить плитку, чтобы одним пальцем ее оторвать. Посмотрите, что. Вот, посмотрите, сейчас достал плитку. Вот она. Сейчас, что наделали. И вот, наверное, там у нее у нас плитка лежала, получается. Вот, на этой матери мне одного плитка. Вот такие работники, блядь. Посмотрите, все любые выроды. Ну, блядь, снял. Смотрите, сколько, пацаны. Ну, там одна треснула, правда, ну ладно. И так сделали, делайте ли, блядь. Да, в общем, вот такая вот ситуация, пацаны. Вот такая ситуация у меня на кухне. Это вот сейчас еще половина собрал, половина стоит в коридоре. И надо вот эту вот еще часть. Заказал машину, вывоз строительного мусора. Ну, потому что здесь, не знаю, тут даже к помойке это все нести. Кто это потом грузить, как это кто будет все увозить, конечно. Заказал, короче, машину в Газели с этими с грузчиками. Все увезут. Ну, что, вот смотрите. Вот такая бывает штука, когда не проверяешь исполнителей, да? Полностью, скажем так. Просто вообще понадеявшись, что сделают качественно. Вроде заплатив там немалую сумму. Заплатил я 35 тысяч прошлым исполнителям. Это было у нас в прошлом году. Смотрите, пацаны, 2023 год. Это был октябрь. Ну, в общем, здесь вот была старая, получается, стяжка вот такая. Вот здесь коридор идет. Вот мы ее вот сколько. Видите, высота. Сдолбили. И что, как была история-то? И на эту старую стяжку, так если вкратце говорить, купили, что они сказали мне? Покупай этот, как его, смесь. Ну, вот эту вот цементную. Мы на нее зальем. Вот она старая у нас. Видите кусочки? Вот эти. Вот. Это вот была высота такой стяжки. Вот они на нее сделали и положили. И вот я вам, где вначале-то показываю сейчас еще видосы, где, когда я керамогранит я купил, керамогранит, тоже они его положили вообще к ней, не поймешь как. То есть на него не мазали. Ну, хотя здесь по-разному кто делает, но все равно я его оттирал просто рук, можно сказать, руками. Ну, чуть-чуть его вот этим кияночкой подбиваешь, и он слетает. А вообще вот такое впервые вижу, ну, керамогранит или плитка там, он положишь ее, да, она намертво лежит. Вот у меня вот кладовка, сейчас покажу кладовку, пацаны. Отец при жизни еще положил в кладовке. Сейчас. Так она там держится как монолит. Просто вот на эту вот старую он вот в кладовке-то делал. Вот. Все, она держится здесь вообще как просто монолит. Но то, что мы здесь видим, вот эту вот порнографию, это, конечно, жесть. Да, всем привет еще раз. Ну, в итоге что делать-то? Это вообще, а вообще, как все вот это вот началось, вот что я обнаружил, вот что она начала отслаиваться. В общем, ты по ней ходишь, и там пустота как будто бы. Ну, то есть ты там, я не знаю, чем-нибудь, ну, что-нибудь упадет там, или просто ногой вот так вот, когда по ней бьешь. И то есть глухой такой звук, что там пустота. Это вот когда плитка у меня тоже в ванне старая плитка, по ней вот бьешь в некоторых местах, там пустота. Ее нужно будет переделать. Так и вот здесь. И не то, что стали уже пустоты, пустоты еще ладно, можно было перетерпеть. А началось уже, именно она просто стала отходить. То есть ты нажимаешь, ну, идешь ты не устаешь, и она все шатается. Она шатается, и вот эти, где затирка были швы, из них прям это вот идет, как его, почти что пыль, да? Вот это вот, ну, есть на стяжке там пыль? На нее наступаешь, прям видно, даже пыль идет. Я этим звоню, в общем, говорю, мол, что такое, что такое? Ну, кто делал это? Да, нет, ну, типа бывает такое, это как его, керамогранит, такая большая плитка. Ну, придем, исправим, посмотрим. Я говорю, ну, приходите. В общем, говорит, купи жидкие гвозди. Купи жидкие гвозди. Ладно, я говорю, куплю, окей. Пришли, начали ее отдирать. Вот, начали вначале около окна там делать, потому что там вообще прям шаталось уже все. Ага, начали там задирать ее, что-то все. Эх, ты вот здесь. Кое-как ее, ну, вскрыли, смотрит. Это у тебя, говорит, стяжка. Ну, бухтить не плитка, а стяжка, говорю, понятно. И что, говорю, пока можно? Ну, пока давай на жидкие гвозди, а она никуда не тянется. Такую плитку, конечно, на жидкие гвозди. Я не знаю, голову бы себе на жидкие гвозди бы приклеили бы. Линалили бы в голову, может быть, себе в жидких гвоздей, чтобы ума прибавилось. Вот. Короче, это. Ну, сделали они вот около окна. Вон, вначале мужик один делал. Потом вот здесь вот одно он сделал. Вот здесь одно, кстати, сделано на жидкий гвоздь. Водит, держалась крепко. Ну, говорит, это типа ненадолго. Я говорю, ну, я понимаю, насколько хватит. И, короче, на нее начинаешь одно, одну за другое, а она все равно начинает потом. Также еще хуже. Как эффект, я не знаю, домино рассыпается вся. Потом уже при входе вот здесь вот началось. Вот здесь вот началось, короче, при входе. Ну, при входе здесь жесть, короче. Второй потом пришел через неделю. Я кое-когда ждал все второго. А, он еще второй говорит, да это у тебя дом гуляет. Это вот дом гуляет, усадка. А, еще морозы. Ты знаешь, какие морозы-то были зимой? Это все из-за морозов у тебя. Вот так вот все повело. Это все из-за морозов. А ничего, что там старую стяжку, на старую стяжку прям новую сделали. Вообще такую стремную, убогую просто. Ужас просто, какую сделали стяжку, перепад сделали, где порожек. Вот я сейчас другого человека. Я сейчас вызову просто другого человека, кто занимается тоже. Говорит, это просто вообще жесть, что они натворили тебе. Это ужас. Я сейчас поэтапно попробую снимать, что мы дальше будем делать. Показывать, как сетку будем кладь вначале армирующую. И потом будем уже вначале заливать, делать. Ну вот, короче, вот, блин, я им отдал, вот считайте, 35 тысяч. Ну сейчас я вот за это опять за все отдам. Ну плитку уже не надо резать, благо я ее снял, все нормально. За работу сейчас я отдам 37, плюс материалов еще на сороковник. Вот на 70 тысяч опять. Офигеть, блин. И вот на жидкие гвозди-то опять. Блин, он сделал кое-как. Вот лишь бы, наверное, только убежать. И все, он говорит, ой, здесь мы ерундой занимаемся. Это у тебя стяжка бухтит. Ну блин. Ребят, вы виноваты, что так сделали. Но я с них, я не могу ничего спросить, потому что у меня ничего там, ни каких-то бумаг, я ничего же с ними не подписывал. Все на, ну да доброе слово, на верное слово. Как бы надеялся, что сделают нормально. Но нифига нормально не сделали. За деньги нифига нормально сделали. Сделали просто по-уебищному. Это просто вот, ну, у меня слов нету. Он еще сделал на жидкие гвозди, она вот в самом начале здесь, она все шатается. Я смотрю, даже как он сделал, это было в сто раз хуже, чем было. Она уже начала перепатать, и вот где-то, ну, в полсантиметра, наверное, точно. Ну, то есть она идет, как лесенка стала. Как, блин, одна плитка выше других стала. Я думаю, охренеть, ну, такого вообще не должно быть, что за ерунда. Короче, дай-ка начну отдирать, как начал отдирать. Она пошла-поехала, и вот там уже около окна-то, там, видимо, плита стоит, температура, и около окна там это, как вот, ну, зимой холод, понятно, перепады, и там она вообще просто, вот я вам витрил, да, она вообще просто, куски прямо отходили. Ой, вот такая история. А сейчас у нас лето, сейчас у нас лето, 23-е, получается, 24 июля 2024 год. Как-то так, пацаны, как-то так. Так, ну вот залили мы, в принципе, первый слой керамзит. Ну, так он у нас застыл вообще прям просто монолит, можно сказать, монолит. На все времена, так сказать, готов. Вот сейчас будет, ну, вот сейчас уже будет качественно. Так, ну вот теперь вот, как у нас получилось. Вот все залили. В принципе, вот, как надо. Вот так. Ну, в принципе, как высохло. Монолит. Вот, смотрите, какая красота. Вот это, я думаю, высохло, так высохло. Так, ну что, вот тут укладываем практически. Все вот доделываем. Вот как получается. В принципе, наносим и на плитку, на саму, и, ну, сначала на пол, а потом на плитку наносим. Вот, в принципе, вот такая красота получается. Так, ну вот, в принципе, и все. Плитка сделана. Вот сейчас плитуса доделываем. Вот такой вот проект. Вот сейчас вот стало идеально все. То есть, бесполезно все. Прям монолит. Вот теперь вот, вот как она должна была быть сделана, ребят. Ну, представляете? Спасибо.